Саламу алейкум, Дагестан! Доброго вечера всем, кто смотрит РГВК и доброго времени суток всем, кто видит нас в повторе или же в интернет-версии. В эфире 23 выпуск проекта «Колеса» в передаче про автомобили, дороги, дорожные происшествия и все, что с этим связано. Ну а веду этот проект я, Ахмед Газеев. Вот и второй месяц осени подошел к концу и напоследок порадовал нас парочкой солнечных дней. А является ли ситуация столь же безоблачной на дорогах Дагестана? Я предлагаю вам узнать прямо сейчас. Статистика дорожно-транспортных происшествий. Внимание на экран. Дагестан находится на четвертом месте по числу погибших в дорожно-транспортных происшествиях среди регионов Северо-Кавказского федерального округа. За 9 месяцев 2021 года на 100 пострадавших в ДТП в Дагестане погибло 13 человек. Страшная авария произошла на днях в Калмыкии. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Махачкала-Санкт-Петербург, столкнулся с КАМАЗом. К сожалению, 6 человек, в том числе один ребенок погибли. Авария произошла в 2 часа 10 минут 24 октября на федеральной автодороге Астрахани-Листа-Ставрополь. Один из пассажиров автобуса находится в больнице Листы. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести. Он будет доставлен в Дагестан. Еще одна пострадавшая лежит в реанимации Яшкольской центральной районной больницы на аппарате искусственной вентиляции легких. При улучшении состояния она будет эвакуирована санитарной авиацией в Махачкалу. Пресс-служба главы Дагестана выразила соболезнования родным и близким погибшим в аварии и заявила, что им помогут в перевозке умерших в республику. Прокуратура Калмыкия начала проверку соблюдения требований федерального законодательства в связи с аварией. Два человека скончались и еще один человек пострадал в результате столкновения машины в Дербенском районе Дагестана. Участниками ДТП стала шестерка и десятка. Они столкнулись неподалеку от села Джимикен Дербенского района на федеральной трассе Кавказ. Причины обстоятельств аварии уточняются. Правоохранители проводят проверку. Подробности произошедшего не разглашаются. Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах ДТП, жертвой которой стали пожилой велосипедист. Мужчина скончался под колесами грузовика. Как сообщают в МВД по республике Дагестан, авария произошла днем 22 октября на дороге в Хасавюртовском районе. Грузовик КАМАЗ-55111 ехал со стороны села Байрамаул в сторону федеральной автодороги Кавказ. Избил велосипедиста, который выехал на дорогу. Велосипедом управлял 63-летний житель села Муцалаул. Он погиб на месте. Мужчина скончался от полученных тяжких телесных повреждений, рассказывают в МВД по Дагестану. За рулем грузовика сидел 47-летний житель Хасавюртовского района. Он в ДТП не пострадал. Теперь по данному факту проводится проверка, а по ее итогам будет вынесено решение о возбуждении уголовного дела. Ну а мы призываем вас быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения. Одногда автомобили станут столь совершенными, что аварии прекратятся вовсе. Ну а до тех пор мы будем неустанно отвердить о том, что нужно пристегиваться и соблюдать правила дорожного движения. Представляю вашему вниманию тех, кто эти правила не соблюдал. Внимание на экран. Продолжение следует... 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 Ему необходимо время для полной пропитки кожи. Такую процедуру лучше проводить летом. Также не стоит забывать, что его применение приводит к размягчению обивки. Поэтому увлекаться его использованием не стоит. При выборе качественного кондиционера обратите внимание на его очищающие свойства. Если на кожаном покрытии появились мелкие трещины, в которых забилась грязь, наличие очищающего эффекта будет не лишним. Первым оружием в борьбе за чистоту тканевого салона является, как ни странно, пылесос. Его наличие сложно переоценить. В отличие от кожаной обивки, основным недостатком тканевой поверхности является способность накапливания пыли. Конечно, для подобной обивки также существует огромное количество всевозможных спреев. Основная задача которых – приподнять пыль из ткани для последующего высасывания ее пылесосом. Хотя бы раз в месяц необходимо протирать мыльным раствором поверхность обивки. Но при этом не стоит переусердствовать и сильно ее смачивать. Это приведет к появлению пятен и разводов. Само собой, эту процедуру необходимо проводить после тщательной уборки пылесосом. Если все же пятна появились, убрать их можно специальными средствами, которые предназначены для ковровых покрытий. Как правило, такие средства имеют пенный состав. Как ухаживать за обивкой мы разобрались. Но что делать с остальными деталями интерьера, которые в большинстве автомобилей изготовлены из различных видов пластика? Самым лучшим решением будет использование специальных спреев, причем с низким содержанием спирта или вообще с его полным отсутствием. Наличие большого количества спирта может привести к потускнению пластика и, как следствие, потери презентабельности. Качественные препараты смогут защитить пластиковые поверхности от выгорания и вредного ультрафиолетового излучения. Причем свои свойства хороший спрей будет сохранять на протяжении нескольких недель. Также неплохим дополнительным поводом использования спрея является наличие в нем антистатических свойств. Это приведет к уменьшению скапливания пыли на поверхности пластика. Не стоит забывать и о том, что нанося препараты, которые должны защищать поверхность, необходимо предварительно ее очистить. Так же, как и в случае с кожаной обивкой. Если этого не делать, то все ваши труды пройдут впустую. Еще одним местом в салоне, в котором скапливается пыль, являются вентиляционные воздуховоды. Как правило, водитель вспоминает об этом после включения обдува на максимальные обороты. Чтобы этого избежать, нужно сравнительно немного усилить. Просто извлекайте дефлекторы обдува и уберите скопившуюся пыль. Если такая процедура для вас затруднительна, продувайте систему кондиционирования перед уборкой в салоне, а не после нее. Так же, подобную операцию можно производить во время замены фильтра салона. Кстати, станции технического обслуживания, как правило, соглашаются провести подобную процедуру без особых проблем. Сами же дефлекторы можно аккуратно очистить от пыли обыкновенной кисточкой, одновременно высасывая пыль пылесосом. Запомните, если состояние салона действительно плачевно, то попытка самостоятельно пробовать его очистить только усугубит положение. Будет обращение в специальные компании, которые специализируются на химчистках салона. Да, качественная химчистка будет стоить немало, но с другой стороны, используя вышеописанные советы, вы сможете долго поддерживать салон в чистоте, тем самым сэкономив немалые деньги. Мнения людей всегда были и всегда будут очень разнообразными. Это одна из причин, по которой наш любимый жанр соцопрос является столь интересным. Смотрим и удивляемся. Ну, я думаю, на дороге должно быть взаимоуважение, то есть ускорять, например, шаг пешехода, когда дорогу переходишь. Ну, их надо тоже опять киштрафовать, объяснить надо людям. Я бесит, что я и водитель, и пешеход, я в обоих случаях чувствую, как быть, я бегом прохожу, когда я прохожу. Пускай люди тоже чуть шевелятся. Ну, отрицательнее. Почему? Потому что они искусственно создают помехи движения. Ну, конечно, бесит. В Дагестане все-таки, сам народ дагестанский такой. Ну, не знаю, это как, наверное, неправильно. Ну, это девушки. Наверное, у них, наверное, это самое, и так положено. Не уважают таких. Не уважаете? Нет, конечно. Зачем они уважают? Вот тебя пропустил, да, бегом иди, да, слушай, и вот уже, чтобы ему тоже быстренько уехать. Зачем специально? Ну, как к ним относиться, я не знаю, на них гневаться тоже, ну, как ты разгневаешься на человека. Ты не знаешь, например, болеет, может, он чем-то, может, чуть заторможенный сам по себе человек. В жизни много случаев бывает, поэтому нейтрально отношусь даже. Ну, чуть нервничать начинаю, если тороплюсь, это многие будут нервничать, лицемерие будет, ну, лицемерие будет, если скажешь, например, да, не, ничего, пусть проходит. Нервничает, любой водитель нервничает, тем более у кого механика бывает. Ну, я не знаю, намеренно или никак, но отвлекаясь телефоном, это точно, и я думаю, это тоже неправильно. Ну, это они, наверное, теряются на дороге, поэтому замедляют ход, это, наверное, не специально. Они занимают больше времени автомобилистов, из-за этого они могут куда-то не успеть, если это какая-то чрезвычайная ситуация. Это уже, наверное, от человека зависит, да, раз тебе водитель уступает дорогу, я, допустим, да, я сам чуть быстрее начинаю ходить, не знаю, ну, как бы взаимного уважения. Это уже, наверное, как-то от характера человека, да, от какого-то, я не знаю, там, если сказать, мерзкого, как-то не так будет, может. Конечно, бесит. Любой человек за рулем, когда что-то, он-то нервничает, и так весь город забитый заторами. Ну, это, как сказать, от человека зависит. Вот я, например, нога болит, я не могу быстро ходить, но я всегда перехожу на пешеходном переходе и на зеленый. Ну, стараюсь быстро пройти. Так что мы надеемся, пешеходы будут быстро переходить и на зеленый. Конечно, мне неприятны эти люди, потому что водитель, он тоже теряет время. Они отнимают не только его время, но и его нервы. Это хамство. Нельзя так. Надо вести общество. В обществе надо вести порядочно, воспитанно, аккуратно. Я не знаю, как на этот вопрос ответить тоже. Потому что много происшествий на счет этого тоже было. Я не знаю, как на этот вопрос ответить тоже. Положительно, потому что в Дагестане автомобилисты могут нечаянно наехать. Итак, уже по сложившейся традиции, настало время дать мозгам немного отдохнуть, улыбнуться и даже немного посмеяться. Как многие уже догадались, страничка забавного видео на ваших экранах. Смотрим и улыбаемся. 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 Ну а теперь время завершающей рубрики нашего проекта «Гость за рулем». Интересные беседы за рулем автомобиля, от которых невозможно оторваться. Это то, чем нас обеспечил сегодняшний гость. Пожалуй, позволим ему представиться лично. Внимание на экран. Итак, программа «Колеса» 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 «Учить в автошколе – это эффективно или какая-то другая?» Почему? Почему? Потому что каждый человек должен знать правила дорожного движения. И у нас, к большому сожалению, многие самоучки и многие люди права не соблюдают. Поэтому очень много аварий. В каком возрасте наиболее оптимально людям выдавать права? По идее, с 18 лет мы выдают права. И я думаю, это довольно-таки достаточный возраст для вождения. Для человека он как-то формулируется в плане личности. Как вы оцениваете культуру вождения в Махачкале? Вот от единицы до десятки. Тройка. На самом деле, тройка. Почему? Потому что многие куда-то торопятся, спешат, создают аварийные ситуации на дорогах. Ну, я оцениваю. Здесь, как один знакомый говорил, если кто научится водить в Махачкале, кто-то сможет по всей России ездить. А как вы думаете, с чего вообще нужно начинать учить в вождение? Правила. В основном правила, а потом практика. Правила дорожного движения надо изучить. Потом уже как-то потепланьку садиться за руль. Какое вождение в Махачкале? Это следствие национального характера? Или же здесь какая-то другая причина? Если брать в процентном соотношении, то 15% – это национальный характер. А остальное – это уже как бы от того, что многие у нас сами учатся водить. И многие особо не знают правила дорожных движений. Поэтому здесь сложно. Есть свои сложности. Где труднее всего водить машину из тех мест, где вы были? Труднее в Тегеране, в Иране. В Иране очень сложно водить. Даже, как вам сказать, сравнить Дагестан и Иран. То есть практически очень похожее вождение. Но в Иране у них хоть есть какая-то культура. В плане того, что если его видят, не то что их за это наказывают. Они сами могут пропустить любого пешехода. А так в Тегеране очень сложно водить. Почему? Потому что там не соблюдают правила дорожного движения. – Там тоже южная кровь? – Да. Это Ближний Восток. Это… Как бы и Тегеран, он очень насыщенный город. Там более 15 миллионов человек официально проживают. – Есть ли разница по состоянию автомобильного потока до пандемии и против, и после нее? – Я думаю, изменилось. У меня такое ощущение, что люди стали более добрые, более спокойные. – А как это можно объяснить? – Ну, в плане того, что молодежь, она не так, как раньше. Вот раньше, я помню, по ночам приезжали до пандемии. И музыку включали на всю громкость. И шум, гамп, пробуксовки. Сейчас я заметил, что этого стало меньше. – Вы сказали, что вы ездили в Тегеране, ездили в Иран. А что вас связывает с Ираном? – Ну, в Иране я учился. Я там закончил курсы персидского языка. Закончил университет имени Аламата Батабаи. Факультет управления в области туризма, туризм-менеджмент. Учился в Тегеране, учился в городе Казвини. И до этого отец мой занимался бизнесом с Ираном. Он как бы занимался мрамором. И после него я начал продолжать этот бизнес. – Вы права где получали? В Махачкале или в Тегеране? – Права в Махачкале получил. – Наши права там действуют? – Наши поначалу не действовали. Мне пришлось получить международные права. Я получил международные права. И вот с этими международными правами я поехал в город. – Вот если дагестанец попадет в Тегеран, ему будет сложно владеть по этому городу и тегеранец из Махачкале? – Да. Поначалу будет сложно, пока он не привыкнет к этой атмосфере. Но учитывая то, что я там практически лет восемь жил в Тегеране, для меня это было не особо сложно. Они дистанцию не соблюдают, иранцы, но очень мало там аварий. – А как они включают поворотники? Сидят ли в трубке по телефону в тот момент? – Не всегда. По крайней мере в те годы, когда я учился там, нет. – По поводу иранского движения. Вас останавливали там иранские гаишники или полицейские? И какие замечания они вам делали, если останавливали? – Ну, когда я на своем автомобиле поехал в Иран, первый раз я поехал… Кстати, когда я был студентом, у меня была мечта приобрести автомобиль и на своем же автомобиле с российскими номерами поехать в Иран. Я об этом очень сильно мечтал, и слава Всевышнему, моя мечта сбылась. Я туда поехал, у меня была старенькая Hyundai Sonata, и на этом автомобиле с другом вместе мы поехали в Иран. Это было 2009, по-моему, год. Если я не ошибаюсь, мы заехали в Астару. – Азербайджан? – Да, это Азербайджан и Иранская Астара. То есть, есть две Астары. Одна на иранской стороне, а другая на азербайджанской стороне. – Они рядом? – Они рядом, да. Это буквально был раньше один город, и во время Советского Союза этот город разделили на две части. И я заехал туда, в эту Астару, там мы внесли залог за машину, потому что есть очень большие сложности с въездом в Иран, потому что таможенная пошлина, она стопроцентная за автомобиль. То есть, если автомобиль стоит 20 тысяч долларов, как минимум надо 20 тысяч долларов оплатить таможней, чтобы оформить машину. Мы заехали в Иран, оформили, оставили залог. При выезде этот залог возвращается. И очень часто останавливали и спрашивали, почему на вашем автомобиле не установлены иранские номера. И мне приходилось объяснять то, что мы иностранцы, приехали из-за границы, у нас временный заезд в Иран. То есть, были такие случаи. А иранцы отличают дагестанцев от остальных россиян? Нет, нет. Ну, в принципе, за счет того, что мы находимся на южной части России, наши дагестанцы, они практически на лицо очень похожи на иранцев. В Иране тоже есть, проживают светлые иранцы, которые похожи на наших дагестанцев. То есть, нас могут принять из-за своих тоже. Ясно. В Иране вы говорите, что ездить сложно. А какие нарушения ПДД чаще всего совершают иранцы? Зебру. Элементарно, вот они... Ну, это еще нужно учесть из-за того, что там очень большое население. То есть, если они перед каждым будут останавливать, им придется часами стоять, пока все пройдут. Там огромный поток людей. Светофоров нет? Светофоры есть, но все равно и сами люди не соблюдают. И вот, когда переходы бывают, они по этим переходам, то есть, толпы людей и без остановки они проходят. И за счет этого людям приходится нарушать правила дорожного движения. Они вынуждены. А там дорогие, что ли? Там относительно... Ну, практически, как у нас. Практически такие же, как и у нас. А какие машины в Иране в основном? На чем они ездят? У них очень много автомобилей Kia, Nissan, Peugeot. Потом Saipa. Это уже иранские автомобили. Очень мало у них автомобилей Mercedes, BMW. У них практически 5-6 видов. А вы в курсе истории появления автомобиля Gelenwagen? Да, да. Кстати, мы как-то разговаривали. Этот вопрос был, поднимался. Это был заказ Шаха. Шах заказал компанией Mercedes-Benz. То есть, это проект Шаха был. И по этому проекту начали производить этим Gelenwagen. Gelenwagen. Потом случилась революция, и Шах не оплатил свой заказ. Ну, насколько мне известно, какая-то часть компании Mercedes-Benz, то есть акции, они принадлежали иранскому государству. И после распада светской власти в Иране, они как бы заморозились эти акции. Понятно. Вот вы общались, да, с простыми иранцами. Они как, скучают по шахским временам? Или они уже привыкли к той системе проводить? Кто-то скучает, кто-то не скучает. То есть, у них все-таки люди на два фронта разделяются. Это правый и левый. То есть, 50 на 50. Скучают богатые и образованные, не скучают бедные и малограмотные. Ну, да, скорее всего, так и есть. Вот Тегеран большой город, да, Испахан, да, большой город. Ну, еще несколько там городов, да. А в основном это маленькие деревни, где или как это? Пробки в основном в больших городах. Это в Тегеране, в Исавагане, в Мишеде, в крупных городах, в Керадже. Но иранцы, иранские власти, они приняли решение для того, чтобы снизить трафик. Они делали номера, вот, счетные и несчетные. То есть, один день имеют право выезжать только счетные номера, на следующий день несчетные номера. То есть, таким образом они снизили поток автомобилей в городе. И пробок много там все равно? Я когда учился, эти меры не предпринимались. А когда я поехал по бизнесу, по своим делам в Иран, я заметил то, что пробки снизились. То есть, трафик, он поменьшился. А есть ли иранский опыт наведения порядка на дорогах, который мог бы пригодиться для Махачкалы? Ну, в принципе, тот опыт, который я вам сказал, он здесь не пройдет. Почему? Потому что у нас сейчас в последнее время очень много состоятельных людей. И каждая семья имеет по две, по три машины. То есть, многие могут и счетные, и несчетные получить. И один день на одном автомобиле выезжать, другой день на другом автомобиле выезжать. Я думаю, вряд ли. Средняя иранская семья и средняя дагестанская семья, да? Кто из нас богаче или беднее? Могу сказать, практически, я думаю, качество жизни одинаково. Что у нас, что у них. Но в последние года, в связи с тем, что Иран находится под усиленными санкциями, качество жизни в Иране намного стало меньше, чем это было в 98-96-х годах. Многие иранцы жалуются, что у них и зарплаты низкие, и продукты дорожают. Дагестанцы в Иране могли бы выжить? Или вы в данном случае там счастливое исключение? Могли бы. Могли бы. Ну, я думаю, дагестанцы, они везде смогут выжить. При любых условиях. И, я думаю, конечно, могли бы. Еще вопрос по поводу автомобилей, на которых вам приходилось ездить. Какие машинки у вас были, Шамиль? И какая из них наиболее для вас интересна? Наиболее для меня интересна, это Москвич 43-го года выпуска. Которая стоит перед вашим домом, да? Ну, она очень интересна, это ретро-автомобиль. А так, у меня Nissan Almera была, Nissan Tiana, вот этот Hammer, Hyundai Sonata. Ну, есть еще другие автомобили. Что можете сказать по поводу Hammer, на котором мы сейчас едем? Ну, я настолько привык к этому автомобилю, я уже практически 5-6 лет ездию. И на этом автомобиле я смог посетить Грузию, Азербайджан, в Иран поехал по делам, по бизнесу. До Москвы не доезжали? До Москвы нет, в Астрахани был, в Кисловодске был, буквально недавно. Ну, я доволен этим автомобилем, она меня ни разу не подвела. Бензин много есть? Ну, литров 20 на 100 километров. Ну, машина очень крепкая. Ремонт дорогой у нее? Ремонт, да, дешевый, но чтобы ее поломать, надо очень сильно потрудиться. То, что вот вы в Иран заехали на Hammer, это не было проблемой для вас? Вас не спрашивали? Американская машина? Ну, поначалу я побаивался. Я когда поехал на этом автомобиле в Иран, поначалу я побаивался и думал, возникнут вопросы. Ну, как говорится, тот, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Поэтому пришлось рискнуть и заехал. И для иранцев этот автомобиль был очень интересен. Многие фотографировали, снимали на камеру. Даже когда я ездил по городу, кто-то пытался догнать, вытащить камеру, снять автомобиль. Ну, то есть для иранцев это был какой-то нонсенс. Вот у нас условно разделилась аудитория на самсунговцев и айфоновцев. А в Иране есть Apple? Есть, есть. Там и Apple есть, и Samsung. Но в основном иранцы предпочитают Samsung. Потому что у них представительство довольно-таки развито. И цена-качество. То есть сервис у них очень хороший именно. И очень хорошая реклама. Как, впрочем, и у нас. Ну а на этом первую часть диалога с нашим гостем Шамилем Гаджиевым. Мы заканчиваем. Продолжение вы увидите на следующей неделе. Шамиле Гаджиеву мы желаем хорошей дороги и зеленых светофоров. Всего доброго. Ну а у меня на этом все. Это был 23 выпуск проекта «Колеса» и вел его я, Ахмед Газиев. Всем хорошей дороги и зеленых светофоров. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!